Тема войны одна из центральных в романе. Действующими лицами являются как вымышленные персонажи, так и реальные люди. Русский император Александр I и австрийский император Франц, Наполеон, командующие армиями Кутузов и Мак, военачальники Багратион и Вейротор. В самом начале произведения мы видим описание светских разговоров в салоне Анны Павловны Шеря о политических событиях в Европе, разрыве дипломатических отношений между Россией и Францией. Толстой постепенно рассказывает, что на войну собирается Андрей Болконский, Николай Ростов и другие герои. Так представлена экспозиция. Завязкой в развитии этой сюжетной линии является смотр под Браунау. Здесь читатель впервые знакомится с образом Кутузова. Он хочет убедить австрийских генералов в том, что русская армия к походу не готова и не должна идти на соединение с армией генерала Мака. Среди сотен лиц Кутузов узнает храброго офицера Тимохина, которого помнит еще по Измайловскому походу. «Развитие действия, поездка князя Андрея в Брюн, осознание незначительности русской победы, размышления Николая Ростова и других персонажей о ненужности войны. Был бы я царь, никогда бы не воевал», — думает Несвицкий. Кульминацией является Шенграбинское сражение, когда отряд Багратиона прикрывает отступление армии Кутузова. Мужество и упорство русских солдат — залог одержанной ими победы. Далее армия готовится к смотру двух императоров, русского и австрийского, под Ольминцем. Он кажется слишком легковесным, парадным и не соответствует тому настроению, которое должно сопровождать подготовку к серьезному бою. Толстой с иронией пишет о множестве длинных и подробных диспозиций, зачитываемых австрийскими офицерами на военных советах, и с сочувствием изображает Кутузова, чьим мнением амбициозный молодой Александр I пренебрегает. Главнокомандующий русской армии откровенно спит на военном совете, понимая, что диспозиция согласована с императорами и изменить ничего нельзя. Развязка, поражение русской и австрийской армии под Аустерлицем, победа под Шенграбином и поражение под Аустерлицем происходит на чужой территории. Почему же русские солдаты героически стоят под Шенграбином и позорно бегут под Аустерлицем? Что решает судьбу сражения? Тяжесть военной обстановки Толстой передает всего в одном предложении. Оно построено сложно, прочитывается с трудом, и это не случайно. Враждебный настрой жителей, недоверие союзников, недостаток продовольствия, явный перевес сил противника – 100 тысяч против 35. Все эти явления сложно переплетены. Обстоятельства военной кампании 1805 года складываются явно не в пользу русских. Генерал Мак разбит под Ульмом. Австрийская армия сдается. Шенграбинское сражение предпринято по инициативе Кутузова, чтобы дать возможность русской армии соединиться со своими частями, шедшими из России. На великий подвиг главнокомандующий благословляет Багратион. С четырьмя тысячами солдат он должен задержать 40-тысячную французскую армию. В неравном бою русские одерживают нравственную победу. Багратиону удается значительно замедлить продвижение французов и уйти, сохранив две трети своих людей, при этом захватив трофеи и нанеся большой урон французам. Особенно интересно в романе Толстого описание той атаки, про которую Луи-Адольф Тьер в книге «История консульства и империи» говорит. Русские вели себя доблестно, и вещь редкая на войне, две массы пехоты шли решительно одна против другой, и ни одна из двух не уступила до самого столкновения. А Наполеон на острове Святой Елены, вспоминая этот военный эпизод, скажет, несколько русских батальонов проявили бесстрашие. Об истинном героизме заставляет задуматься и описание батареи Тушина. Солдаты ведут огонь по деревне Шенграбен, откуда наступают значительные силы французов. Капитан Тушин принимает тактическое решение поджечь деревню, чем заслуживает по хвалу Багратиона. Во время сражения про батарею забывают, но артиллеристы продолжают стрелять. Французы не догадываются, что бьют только четыре, ничем не защищенные пушки, и полагают, что именно здесь и расположены главные силы. Батарея Тушина останавливает движение французов. Капитан Тушин – настоящий герой в понимании Толстого. В нем есть скромность, самоотверженность, решительность, мужество, инициатива, основанная на чувстве долга. Это не идет ни в какое сравнение с разжалованным Долоховым. Желая снова получить расположение начальства, тот бравирует своей храбростью, хвалится раной и трофеями и просит попомнить его подвиг. Обратимся к другому военному эпизоду – Аустерлицкому сражению. По мнению писателя, передвижение стрелки на циферблате истории человечества есть результат взаимодействия поступков и настроений всех участников этого события. Одной из главных фигур битвы под Аустерлицем выступает молодой император Александр I. Это по его настоянию сражение начинается преждевременно, когда не все войска успевают занять необходимые позиции. Монарх отвергает доводы опытного стратега Кутузова о необходимости ведения выжидательной тактики. Александр I утверждает детально разработанную австрийским генералом Вейротором диспозицию. Из-за густого тумана в день атаки высшее начальство решает изменить расположение войск, начинается неразбериха. Неожиданная встреча с неприятелем вносит панику в русское войско. Цепь случайностей превращает диспозицию в сплошную формальность. По Толстому ход боя определяет не детально разработанный план сражения, а дух войска, составляющийся из настроения его отдельных участников. И поэтому ни приказ Кутузова, ни подвиг князя Андрея не могут изменить положение затмить трагический исход битвы под аустерлицем. Солдаты бегут с поля боя.